Пожалуй, таких радикальных каких-то изменений не произошло. То есть стало понятно, что рынок труда в целом оправился от кризиса. И самая большая такая вот тенденция – это не какое-то единовременное событие, а именно тенденция 2010 года, то, что мы увидели. И это касается не только сайта HeadHunter, но и вообще всех джобсайтов Рунета. Это приход огромного количества мелких нанимателей в интернет. То есть если раньше какая-нибудь парикмахерская в городе Самаре, когда ей нужно было найти парикмахера, пользовалась офлайновыми средствами, то сейчас такого рода наниматели идут в интернет, и это очень позитивно. То есть мы увидели, что клиентская база выросла в три раза почти, за десятый год именно за счет огромного количества мелких бизнесов, которые доросли до того, что, во-первых, правильно нанимать людей не по своему близкому социальному кругу, потому что это не всегда хороший выбор, а на открытом рынке, и, во-вторых, у них появилась возможность использовать интернет для этого. Пожалуй, вот это главный такой результат десятого года, действительно резкий рост мелких клиентов. Да, во-первых, потребность нанимать и быть нанятыми, она никуда не исчезнет. Только еще ускорится оборот людей на рынке, появятся разные формы альтернативной занятости, фриланс, полуфриланс, интерим и прочие такие. Вот то, что сейчас это, в общем-то, экзотика, через там три-пять лет это станет, ну, такой не мейнстримным, но важной частью рынка труда. Это первое. Если говорить о собственной интернете, то сейчас понятно две вещи. Во-первых, это миграция на мобильные устройства, но это для всего интернета справедливо. Что касается и исключительно нашего рынка, то это внедрение разного рода автоматических технологий, анализа текстов как резюме, так и вакансий, разного рода хитрых тестирований для того, чтобы подбор нужного человека или нужной подходящей вакансии для человека осуществлять максимально в автоматическом режиме. Потому что сейчас фактически работает старая модель поиска по ключевым словам. Она явно не очень хороша, и все понимают, что она не очень хороша, но пока, как, кстати, адекватной технологии массовой не создана. Но работы ведут очень активно и у нас, и в мире.